В Харашовский суд звезду Московской консерватории привезли под конвоем. Он прятал лицо и на вопросы не отвечал. Мгер, скажите, почему вы такие жесткие методы воспитания использовали? Поддержать Мгера Максудяна пришли друзья и родственники. Для всей семьи задержание пианиста стало настоящим шоком. Я сам не понимаю, что это было. Он адекватный человек. Он всегда очень отзывчивый, добрый. С этой семьей они очень хорошо дружили, очень-очень-очень близко. Он шел на красный диплом жюри престижных конкурсов, не раз называл его лучшим пианистом. А теперь его подозревают в истязании ребенка. Я ее пинаю, она продолжает играть. Что, вообще, что ли, ку-ку? Эта видеозапись сейчас главная улика. В перерывах между концертами 23-летний студент подрабатывал репетитором. Восьмилетняя Ева пожаловалась родителям на жестокое обращение. Те установили камеру. Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься. Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь. Талантливый пианист, отличный друг Та Камгери, говорят сокурсники. Перспективный молодой человек, вроде все, он хорошо отзывается. Это такой вопиющий случай, так, естественно, не должно быть. Гер Максудян сегодня заявил, что раскаивается. Ним и Гер это придумал. Его точно так же в свое время обучали. Наверное, не совсем правильно с человеческой точки зрения, но, к сожалению, большие результаты достигаются кровью. Родители вострадавшей девочки на заседание не пришли. Их адвокат передал просьбу не арестовывать Максудяна. Следователь требовал отправить музыканта в СИЗО. Прокурор, что бывает нечасто, встал на сторону защиты. Суд постановил. Избрать отношение подозреваемого Максудяна Мгера Вахтанговича. Меру причинить домашнего ареста. В общественной палате на этот случай уже отреагировали и предложили ввести реестр для репетиторов. Я бы предложила разработать нормативную базу, которая бы включала порядок отбора репетиторов, сертификации их, определение какого-то регламента трудовой деятельности. Мгер Максудян не имеет постоянного места жительства в столице, поэтому отбывать домашний арест он будет в квартире другой своей бывшей ученицы. Об этом попросили сами родители девочки. 7 мая он должен сдавать госэкзамен. Но с учетом последних событий окончание консерватории остается под большим вопросом.